Есть люди, которые во время эпидемии, они эпидемиологи. Во время войны они военные эксперты. Может, нам и не нужна никакая мусульманская солидарность. И вообще, как бы каждый народ мусульманский сам за себя. Да вы что, оборзелись, что ли? Людей убивают. О какой политической целесообразности вы говорите? Ну, уже она жизнь отдала ради своих идей. Какое политическое? Кресло стоит жизни хотя бы одного ребенка. Это подкаст после намаза, где мы говорим на серьезные темы в облегченном формате. Просто и понятно. Сегодня с нами не будет моего соведущего Алихаджи Евтеева. Но, иншаллах, в следующий раз он к нам присоединится. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. Говорить мы будем сегодня снова о Палестине. Ситуация там, к сожалению, далека от разрешения. Будем говорить о теме в контексте того, как палестинский вопрос, как палестинская проблема позиционируется и представлена в мировом публичном пространстве. Поговорить об этом мы пригласили известного правозащитника, общественного деятеля Магомеда Муцольгова. Магомед Хаджи, вот на ваш взгляд, вы согласны с этой оценкой, что палестинская проблема, насколько она адекватно представлена в публичном пространстве? Нет ли того, что вас само задевает, какие-то двойные стандарты? То, что как-то кажется неправильным, то, что не дает спокойно чувство справедливости. Всем ассалам алейкум. Для любого человека очевидно, что нет никакой справедливости. И в нашем мире есть двойные, тройные, и там, не знаю, к какой степени стандарты. Нету справедливости. Этот мир жесток и несправедлив. И мы очень часто видим, что к разным этническим группам, к разным национальным группам, к разным представителям разных государств относятся по-разному в разных обществах. Это очевидно. И тот, кто хочет посмотреть на вопрос проблемы Палестины, ему достаточно просто вернуться к истокам. Это совсем недавно же было. И посмотреть всю несправедливость, которая происходит. Но каждый говорит об этом со своей колокольни. В том-то и дело, что люди, когда оценивают какую-либо ситуацию, примеряют на себя, на свои убеждения. Они преследуют очень часто личные или корпоративные интересы. Корпоративные включают национальные, государственные, экономические. Неважно. Но в каждом высказывании есть часть твоего «я» и часть твоего мировоззрения. Оно отчасти это субъективное. Если бы мир был справедливым, мы бы жили бы очень хорошо. Ну вот почему я тоже спрашиваю. Меня вот как-то оставляет какое-то чувство беспокойства. Не могу я как-то сам себе ответить. Бывают люди, ну, вполне себе искренние люди, люди с ценностями. Но когда вопрос заходит до Палестина, почему-то вот они, все вот эти ценности, вся эта искренность куда-то девается. И тут действительно двойные и тройные стандарты. И какой-то вообще нет какой-то попытки нас со стороны посмотреть, как-то рационально, объективно оценить. И именно это касается почему-то вот, как правило, палестинского вопроса. В других вопросах эти люди могут даже к другим арабам, к другим мусульманам вполне себе объективно, рационально подходить. Вот это меня как-то вот не укладывается в голове, как такое бывает. Я не соглашусь, что в этом мире притесняют только палестинцев. Ну, это очевидно. Нет, понятно, что притесняют много. Это очевидно неправда. Сейчас у нас актуально палестинское вопрос. Мы должны сказать очень простую вещь. С самого начала давайте посмотрим суть начала конфликта и вообще, как появилась эта тема. Вообще эта тема появилась очень просто. Мы не знаем с вами, как договорились. Это сговор трех стран. Советского Союза, Великобритании и США. Ну, по сути, да. Они решили прийти и на арабской территории сделать два государства. Как бы объявили о двух государствах. Имея влияние в международном органе, таком как ООН в 1947-1948 году. Которую они сами и создали по итогам Второй мировой войны. Они утвердили государство. Как бы доктрину, что будут созданы два государства. И с самого начала должен был задаться вопрос. Почему именно выбрали территорию, где проживали палестинцы, арабы-палестинцы. Если очень часто спекулируют о Хлокосте, то, что не арабское общество, не мусульманское умо, не причастны к Хлокосту. Слушайте, фашистская Германия, концлагеря были на ее территории. И было бы логично, если бы вы вместо западной и восточной Германии, допустим, сделали бы, отдали одну часть для строительства Израиля. Но вы же этого не сделали. Какими принципами, что подталкивало для этого, я не могу сказать. Я хочу с самого начала сразу подчеркнуть. Есть люди, которые во время эпидемии, они эпидемиологи. Во время войны, они военные эксперты. Сейчас они все стали экспертами по Ближнему Востоку. Вот я к этим людям не отношусь. Я не могу комментировать все, что есть. Говорят, что я специалист какого-то круглого, большого такого кругозора, всяких тем. Но я могу сказать очень простую вещь. Естественно, мое мнение не является какой-то эксклюзивным и истинной последней инстанцией. Но тем не менее, как юрист, я вижу, что вот было принято решение, создали государство. Но даже с созданием этого государства много лжи и лукавства. Ведь не было создано это государство. Не было. Еврейское было, а палестинское не было создано. Еврейское не было создано, Израиль. Потому что Израиль каждый год за эти 70 с лишним лет потихоньку-потихоньку оккупирует территорию палестинцев. Каждый год. Израиль совершал нападение на все арабские страны, которые его окружают. Конечно, при поддержке западного мира, в первую очередь, американских денег, лоббистов. Конечно, при поддержке оружия, их влияния экономического и политического. Но мы видим, что государства не было. Государство, в первую очередь, это создание границы, создание государственных структур. Ну и от этого уже начинается армия для защиты этих границ, валюты и так далее. Формально государство было создано, провозглашено. Там его приняли в ООН. И, кстати, не только благодаря Западу, но и благодаря СССР, в первую очередь. Сначала благодаря Сталину лично, который, наверное, больше всех сделал с самого начала для того, чтобы появилось государство Израиль. Я не согласен. Если вы делаете... В этом документе говорилось о двух государствах. Нужно было сделать... Тогда бы нужно было построить эту 9- или 10-метровую границу, эту стену. Ну, построили бы вы сразу ее, отгородили бы, и пусть те живут на той стороне, там, их государство. Но это же не так. Это не так. Потому что мы видим, все эти годы потихоньку окупируют их территории. У палестинцев нет государства. У палестинцев сносят дома. Деревня за деревней. У палестинцев сносят сады. В пустыне, которые есть, там, оливковые деревья и так далее. У палестинцев нет армии. У них нет... Они не свободны во всем. Слушайте, весь мир может сказать, что это геноцид, дискриминация и апартеид. Это признано. Все говорят, но ничего не делают. Но, собственно, многие правозащитные организации, они прямо называют это апартеидом. То же самое Amnesty International, Human Rights Watch. Используют прямо именно этот термин, который был для южноафриканского режима. Но при этом, действительно, весь мир как бы понимает, но никто ничего не делает. А это очень просто. И вот как это понять? А это очень просто. Ну вот для вас либеральная общественность, правозащитная среда тоже, вот она не посторонняя. Вы знаете из людей многих лично. И многие люди достойны и заслуживают большого уважения. Но почему-то вот когда вопрос касается Палестины, у них какой-то включается совершенно другой режим реакции. Как будто бы эти палестинцы, это какие-то другие люди, недостойные, как все остальные, иметь какие-то права, потребности, какие-то интересы. Вот это непонятно. Во-первых, я хочу с самого начала разделить, как я вижу либералов и демократов. Это, на мой взгляд, немножко, а может даже множко, разные вещи. Демократы – это люди, которые говорят, что у тебя есть право выбора. Ты, мы можем жить в одном обществе, в одной стране, в одном городе, но у тебя есть право исповедовать свою религию, соблюдать свои традиции, жить так, как позволяет тебе твои убеждения. Ну, при этом ты, там, должен, есть какие-то обязанности, как служить в армии, платить налоги, участвовать в выборах, там, да. Да, вот это есть демократы. У кого есть выбор, кому не навязывается свое мнение, кого не заставляет быть, как большинство, как все, или как агрессивное меньшинство. А либералы сегодня, я не говорю то, что пишется там в словарях, как оно расшифровывается, а либералы сегодня что говорят? Они говорят, будь как мы. Ты не имеешь права на свои эти. Вот если они отличаются от наших, твоих взглядов, убеждений, или твой образ жизни. Если мы ни во что не верим, значит, ты не верь ни во что. Если мы так не делаем, то ты не должен здесь делать. Если я хожу без тюбетейки, снимите тюбетейку. Если я хожу босиком, ходи босиком. Это далеко от прав человека или от справедливости. В реальности это так. Нравится вам, не нравится. И еще одна очень важная вещь. В правозащитном сообществе есть разные люди. Я честно скажу, я уважаю правозащитное сообщество, потому что во многом они не безразличны к нежному гору. Да, разные подходы. Да, есть настоящие подвижники. Есть разные люди, и все мы не безгрешны. Мы же должны понимать, когда ты говоришь, придя в правозащитное движение, одни приходят, потому что это работа. Как обычно. Он сегодня работает юристом или адвокатом в правозащитном движении каком-нибудь. Завтра здесь нет финансирования, здесь начались проблемы, давление власти. Он переходит в какую-то другую коммерческую компанию или его пригласили в органы власти. Такое часто бывает. Он переходит туда. Одни такие люди есть. Вторые – это люди, которые пережили какую-то несправедливость. Они или их родственники, они столкнулись с несправедливостью, и они попали в это правозащитное движение из-за своей какой-то трагедии или горя. Есть третий, которым, кстати, я наибольше уважаю таких людей. Это люди, которые не имеют никаких проблем у родственников, и они просто по своим убеждениям решили помогать людям притесняемым. Как-то на Кавказе один генерал задал вопрос. Вам? Нет, Анне Степановне Политковской. Он спросил, Анна Степановна, зачем вам, известному журналисту, которых нет проблем, вас уважают люди, уважают власть, зачем вы заступаетесь за этих людей? За похищенных, убитых, за жертву судебных казней. Она ему сказала очень хорошую вещь, которую я на всю жизнь запомнил. Разве вы не понимаете, что я буду всегда на стороне притесненных? Порыв и слова этого человека, да, они показывают подход, ее жизненную позицию. У нее не было проблем. Семья, дети, все у нее было нормально. Но ее жизненная позиция была на том, что она писала о людях, которых притесняют. Независимость от национальности, вероисповедания, места жительства. Для нее это не имело никакого значения. Ну, она вообще была человек особый, да, вот она жизнь отдала. Ради своих идей. Она была хорошим человеком. Это самое главное определение сегодня. Мы все разные. Понимаете, вы не можете сказать искренность, намерения или поступков, кого бы то ни было. Вот поэтому я хочу, чтобы мы подходили очень аккуратно к вопросам, когда касается какого-то там движения. Если кто-то говорит, что он либерал, но занимает в палестинской, допустим, ситуации, которая сейчас происходит между Израилем и Палестиной, да, про израильскую позицию. Там же, может быть, личные интересы, корпоративные интересы. Слушайте, но в этом мире много жестокости, шовинизма, исламофобии. Всего хватает. Они, для многих из них, это не их образ жизни. Хотя я подчеркну, я подчеркну, я встречался с многими людьми, у которых совсем другое мнение. У них другой образ жизни. Вот сегодня тоже накипело. Давайте я скажу про шведских своих коллег. Да, вот Скандинавия вообще отличается с такой пропалестинской позицией исторической. Слушайте, я, когда приезжал на какую-либо конференцию в Швеции, да, у них очень там либеральные подходы, очень демократические подходы. Но я вам скажу, что когда бы я туда не приезжал, когда бы я туда не приезжал на конференцию, они всегда участвовали мои убеждения. Я всегда мог молиться, и никого не спрашивал, и никто мне не запрещал. Более того, они смотрели, чтобы я это мог сделать. Перерывы и так далее. Всегда для меня была еда халяль. Вот кто бы что ни говорил, да, при всех сегодняшних событиях, да, сегодняшних, вот мы видим же, да, что они позволяют, это не свобода слова. Позволять богохульствовать или жесть святые писания, в этом нету никакого свободы слова. Но при всем этом, именно там я видел, что если у тебя искреннее убеждение, это тоже важно. Некоторые приходят, садятся за стол, где стоит спиртное. Считают это нормальным. Я имею в виду с нашими братьями, которые не только с Кавказа, а со всего мира. А я не садился за этот стол. И они мне предоставляли возможность. Многим из них не предоставляли, а мне предоставляли. Были, видимо, те, кто просил, тем предоставляли. Если это твои убеждения, независимости, ты дома, не дома, видят тебя, не видят. И если это так, ты должен заставить уважать себя. Ты должен показать, что для тебя это важно. Это твои принципы, твои убеждения. Если видят, мои коллеги всегда шли навстречу и всегда проявляли уважение. Важно, видимо, заставить в таком корректном смысле, дать понять людям. Слушай, я мог спокойно встать, я тебе приведу пример. Я просто с собой всегда вожу немножко орешков, потому что это полезная просто, такая твердая еда, которая может перебить голод. Ну да, белок сытный. Зная, что не всегда есть халяльная еда и так далее, я вожу или орешки, и иногда морковку вожу с собой. И я знаю, что я могу встать и сказать, я есть не буду. Я не сяду за этот стул и спокойно пойти в номер, перекусить, попить воды. Кстати, в Швеции и Норвегии воду можно пить с крана. И там в гличке написано прямо это. Вот попить воды, покушать, помолиться и прийти, пропустив этот обед. Когда это видят люди, среди них много хороших людей, которые внимательны. Это тоже важно. Он может быть хорошим, но без разницы. Он не воспитывал, у него совсем другая культура общения. Это же тоже важно. Но те, кто видят, спрашивают, почему ты ушел, в чем проблема, как мы можем исправить. У меня есть такие знакомые. Я тебе скажу, допустим, в Москве то же самое было. Вот две женщины, русская и еврейка, они собрали много журналистов. С Ингушетии, Чечни, Дагестан. Ну, с Кавказа там были, черкесы, с Москвы. Они заказали питание в гостинице, в столовую, они предупредили. Те поехали в Москве к одной из мечетей, купили мясо там. И для нас вот эти три дня готовили еду с халяльного мяса, чтобы еда была халяльной. Это уважение людей, которые действительно уделяют им внимание. Это когда люди действительно ценят и ищут компромиссов. В чем проблема? Я сейчас, я понимаю, много говорю, да, но я хочу привести тебе хороший пример, касающийся Палестины, да, вот ситуации. Она очень простая. Это ситуация в Карабахе. Вот прям очень многие, да. Да, тоже вот пример такой вот странного подхода, такого неоднозначного. Да, очень многие говорят про Армению, что вот там в Карабахе проблема. 30 лет весь мир, 30 лет весь мир признает, что все права юридические, по международным, по внутренним законам, Карабах и районы, которые были вокруг него, принадлежат территориально Азербайджану. Но никто ничего не делает. Если вы не поставили задачи изменить эту ситуацию, не надо лгать, не надо лицемерить. В затище, как бы, давайте вот так перемирие накладем. Ну, там были же все, прозападные, там, французы, там, российская власть. Все же были, как бы, миротворцы, не миротворцы. Но вы ничего не решили. Вы ничего не решили. Не сделали так, чтобы исправить эту ситуацию. Мало, что вы лоббируете интересы, мало, что у вас интересы, там, в Армении, да, или вы сделали из этого форпост. Азербайджан военным путем решил свои проблемы. Но даже здесь он продемонстрировал, когда решал. Он не бомбил, не ровнял города. Видно было, что техника их, высокоточная, спутников показывали, как посты, военные заставы, где танки стоят. Война есть война, что они воевали с этим. Да, исход граждан. Но я тебе уверяю, что, я уверен, большинство из них вернется назад и будут хорошо жить. Ну да, я думаю, даже не все уехали. Там тысяч 20-30, насколько я понимаю, осталось. Сколько бы они уехали. Вернется примерно столько же. Сколько бы они уехали. Я не могу сказать, какой процент будет. Но мне, вот у меня складывается впечатление, что Азербайджане этим людям будет хорошо жить. И более того, более того, я думаю, что и Армения будет сейчас жить лучше. Если они подпишут сейчас договоры о мире и начнут экономическое сотрудничество со всеми соседями, у них будет меньше зависимости от военной зоны, вот этих закрытых блокпостов. Когда ты живешь в блокированной территории, когда ты враждуешься со всеми, никакой экономики, никакого дружелюбия у тебя не будет. Ну да, Израиль, кстати, тоже касается. Вот государство существует во враждебном окружении. Я как раз для этого и привел пример Азербайджана. Почему я хочу закончить с этим именно как пример. Я хочу показать, что весь мир лицемерил все это время. Не было никакой справедливости. Никакой. Азербайджан сегодня восстановил свою территориальную целостность. И многие выдохнули. Но даже сейчас находятся люди, которые пытаются спекулировать этим. Говорят, вот это не подписывайте, вот это не делайте. Они не несут блага. Нет у ваших словах блага. Когда я многих людей видел, и этих примеров много. Сегодня в Палестине, посмотрите. Я говорю, они не имеют права, у них нет армии. Вы технику какую возите, ограничиваете, говорите, вот это можно везти, вот это нельзя. Вы не даете им никак разбиваться. Что можно учить, что нельзя. Какую еду можно завозить, в каком количестве. Вы свет, газ, воду перекрываете. Тут кто-то начинает говорить, что вот Израиль поставлял воду и свет. Израиль там как-то финансировал палестинскую автономию, газу, да. Да, это правда. Но вы скажите всю правду, не надо лгать. Вообще основной донор финансовой палестинской автономии Евросоюз. Дело не в том, что это Евросоюз или еще кто-то. В Америке есть статья, Израиль. Это очень большие расходы, очень большие деньги. И если ты получаешь 30 миллиардов и отдаешь 1 миллиард, но не позволяешь людям заниматься бизнесом, развиваться, заниматься экономикой, техническими какими-то вещами, ты не даешь им жить как государство. У них нет выхода к морю, к ним не может приехать гуманитарная помощь, потому что ты блокируешь со всех сторон. И даже могут сказать, что с другой стороны Египет. В Египете такая же власть. Это власть, это не люди разрешают. Разрешают. Они боятся потока беженцев, они боятся, что полностью люди с Газы переедут и останутся на границе, и потом часть этого отожмут, и потом боятся, что конфликт перекинется на их территорию. Никто не хочет войны. И в том-то и суть, в том-то и суть, что к Азии вот этот корпоративный интерес, он в этом и заключается. Интерес Египта, чтобы этот конфликт на его территории не перебросился. Вот это вы понимаете, да. Вот в глобальном медиапространстве, вот в публичном пространстве мы говорим, это там медиа, соцсети, какие-то общественные организации, активисты, всякие инфлюенсеры. Вот этот голос, он мало слышен. Вот в этом-то и проблема. Да, есть много там правозащитной среде. И даже ведущие правозащитные организации, которые постоянно выступают в защиту палестинцев и с критикой Израиля его военной политики, в первую очередь, и его политики вообще по отношению к палестинцам. Там, видимо, в Гарварде митинги, да, были поддержку палестинцев. Там, я не знаю, в BBC журналистов увольняют, потому что заподозрили, что они заподозрили их вообще в симпатии к Хамасу. Там, я не знаю, Грета Тунберг там за палестинцев. Это все есть. Это есть все на том же самом Западе, который проводит вот на официальном уровне совсем другую политику. Но это вот, вот эта общественность, вот это вот, тоже либеральная, но как бы либералы тоже разные. Есть правые, левые там, да, они почему-то вот это не влияет, это не создает вот какого-то решающего перевеса в общественном, в публичном пространстве. Вот, вот эта проблема, вот почему так получается, что вроде как многие, как бы все понимают и даже публично выражают эту позицию, но на государственную политику это не влияет и ничего не меняется. ну как бы да, Израиль могут пожурить и там даже американцы как бы постоянно и даже давить на них, пытаться как бы продавить Израиль, чтобы он в конце концов согласился на создание палестинского государства. Но очень легко как-то Израиль от этого уходит и все возвращается на круги своя и постоянно как бы вот палестинская зона обитания сужается, сужается и так действительно если еще несколько десятилетий, то, видимо, вообще не останется палестинских территорий. Ну, в этом есть несколько объяснений, в этом вопросе несколько вопросов. Первый вопрос касается информационного поля. Ну, я с искренним сожалению могу сказать, что ни арабский мир, ни русскоязычный, кавказский, мусульманский мир, ни ума в целом не уделяет должного внимания информационным ресурсам. У нас есть очень развито два направления. Это просветительская деятельность, в основном религиозная, и благотворительность. Ну, слушайте, где наши новостные ресурсы? Да, согласен, хорошо. Я сходу могу назвать из ста телерадиокомпаний только одну, номер Аль-Жазира, единственную, которая такая вот попадается мне сразу, сходу я могу назвать, вот сказать, известная. Ну, да, это последние лет семь как-то сильно раздала. Да, но кто заставлял, кто мешал нам строить буч-халифы, самые большие катки в мире, золотые самолеты, яхты, номера по 15 миллионов долларов, машинные, простой номер машины 15 миллионов долларов, но не делать свои информационные ресурсы. Разве у нас не хватает образования и знаний, чтобы увидеть любая власть, когда происходит изупрация власти, любая власть пытается захватить СМИ. Ведь мы видим, что что делается делается две очень важные для информационно помнятых вещей в любом, в любой тирании, в любом государстве есть попытки, просто где-то люди это позволяют, где-то не позволяют. Первая попытка это цензура, вторая это информационная пропаганда. Я как бы поддерживаю цензуру, если она запрещает зло, а пропаганду, если она снижает добро. В других случаях свобода слова необходима. И у нас должны быть свои медиаресурсы, у рабского общества должны быть свои медиаресурсы. Нужно уделять этому внимание. И в этом монополии презападного мира в информационном поле я не вижу, хотя я понимаю, что корпоративно, конечно же, когда вас там 20 человек, и я один захожу туда, мой один голос против 20, он слаб, не слышит. но делайте тоже. Один, два, пять, десять. Может быть, нас станут видеть лучше, слышать лучше и понимать лучше. Может, они увидят эту проблему с другой стороны. Единственный источник сегодня информации, который тяжело перекрыть, но тем не менее он контролируется опять же западом, западными бизнесменами, это социальные сети. Нет ресурсов, вы не можете донести. Второй вопрос, это вопрос справедливости. Как свои личные корпоративные интересы отставить в сторону, когда твой образ жизни не соответствует, мы люди разные все, образ жизни у нас разный. У нас разная вера или кто-то не верит вообще, у нас разные обычаи, традиции, и в этой ситуации ты не жил в этом обществе, ты не знаешь, как там все происходит, кто-то тебе нашептал, как-то кого-то видел, этнический мусульманин или какой-нибудь национальность, и когда тебе рассказывают фактически вот такое есть выражение обрусел, ну, как сказать, допустим, россиянин или американец, такой нации нет, но люди есть такие, которые потеряли свою связь с народом, с обществом, со своей умой, со своим семьей, люди, которые живут по себе, они стали какой-то глобальной такой, частью какого-то глобального мира, который не придерживается каких-то там убеждений, и вообще я считаю, что нет никаких там ценностей, никаких там европейских, западных, либеральных, нету таких ценностей, они всегда лавируются, они всегда мутируют под политическую силу, под ситуацию, этим всегда спекулируют, нет никаких стандартов, единственное неизменяемое убеждение, единственное, это религия, она не меняется, законы, божьи законы, написанные полтора-две тысячи лет назад, законы единобожьи, они все эти годы не менялись, мы видим, кто принимает законы сейчас в реальном мире, те, кто много возмущается, когда ты хочешь, ты принимаешь этот закон, когда не хочешь, не принимаешь, я просто не хочу называть имена какой-нибудь там депутат, клоун или этот, тот, он пришел сюда и принял закон, и ты обязан жить по этому закону, с одной стороны, и тут тоже мы виноваты, когда хорошие люди говорят, я не хочу заниматься политикой, я тоже виноват, я никогда не соглашался быть чиновником или участвовать в каких-то политических дебатах там имея ввиду стремление попасть во власть или бороться за власть. Безусловно, то общество заслуживает власть, имеют. Многие люди говорят, что политика грязное дело, но мы отдали тем людям, кто ничего не чурался, и соответственно они, не имея какого-то принципиального стержня, не имея каких-то хороших убеждений, или попадая в среду, которая вокруг тебя, которым ценности какие важны, амбиции, власть, деньги, вот они забывают про все, принимают те законы, узурпируют власть, они хотят не сменяемо, они хотят не терять это кресло, и мы виноваты, что мы им позволили это сделать. И тут в этой среде уже хорошие люди пытаются приловчиться жить в тех условиях, которые создают вот эти вот негодяи. Вот вы говорите, что справедливости не существует в мире, прав человека тоже нет, законности это все иллюзия, есть смысл тогда вообще добиваться что-то на примере палестинского? В борьбе, борьба, идет борьба добра со злом, будь человеком, будь хорошим человеком, неприемлемый насилие, не в отношении, несправедливость, даже если это твой сын, несправедлив, ты должен остановить его, ты должен сказать, что это несправедливо, что это не так, неважно, всегда будет зло, с ним нужно бороться, всегда тяжело говорить правду в глаза, это всегда, никому не нравится критика, если ты думаешь, что ты подошел кому-то там, другу своему, родственному, или тебе сказали, это неприятно, за это можно получить по башке, тебя могут посадить, расстрелять, все было, все это проходили из года в год, из десятилетия в десятилетия, люди, которые стремились к справедливости, страдали, ждать никто не идеален, я еще раз подчеркиваю, мы все не безгрешны, и только зависит от того, к чему ты стремишься, чего ты ищешь, в своих поступках, да, я всегда придется очень простого мнения, я сторонился того, чтобы не приносить людям зло, вот выходить на стороне добра, первое, второе, чтобы ко мне было доверие, чтобы я отвечал за все слова и поступки, при этом я хочу сказать, что я не жду благодарности от людей, мне не нужна их благодарность, я не ищу удовольствия людей, понимаешь, тяжело сказать, да, тяжело, но если ты хочешь кому-то угодить, если тобой все довольны, это один из признаков лицемерия, и конечно же никто не хочет раздавать, и я не хочу, мне не нужна война, мне не нужны конфликты, я против любой агрессии, но когда люди защищаются, в этом нет ничего плохого, если вы хотите справедливо разобраться, вы должны стараться разобраться справедливо, если вы хотите помочь наладить отношения, не поиметь этого выгоду, не спекулировать этим, не постоянно, мы же видим, что любой конфликтной ситуации спекулируют, государство, политики, общество ищет свою личную выгоду. Ну вот как раз западом у многих вызывает вопросы, с одной стороны, они пытаются как-то в мире продвинуть ценности демократии, прав человека, и очень часто это не пустые слова, но вот на палестинском примере мы видим, как все, что делается, оно дискредитируется, там, как тот же самый глобальный юг, который сейчас называют, он отворачивается, и он говорит, слушайте, ну, вот в Украине вы как бы проводите одну политику, говорите, вот, нельзя там бомбить инфраструктуру, чтобы люди замерзнут зимой, ну, а почему в газе тогда можно отключать газ и воду, это что другое, ну, объясните нам, вы же сами подрываете то, к чему призываете, я специально привел, как пример, Карабах, потому что ни западный мир, ни в Кремле, никто не решал эту проблему, заморозка конфликтов, заморозка нагласий, вы, если переводите на бытовой уровень, вот, между соседями, да, конфликт, если его хотят решить, его быстро решают, если хотят подливать огонь, кто-то помогает средствами, деньгами, оружием, кто-то подливает словами, да, как-то провоцируя конфликт этот вновь и вновь, когда хочет отвлечь или еще что-то, слушайте, посмотрите на очень простой пример, удивительный пример, но я не знаю, задумываются ли люди, хотя обязаны задумываться, вот сейчас в мире идет много войн кровопролития, просто жестокость в этом мире зашкаливает, вот, даже люди, которых называют либералами, прозападными, с прозападными ценностями, да, действительно, допустим, Америка, да, в Америке много демократических начал, хотя, конечно, никакого там идеального государства демократического не существует, но, да, они являются глобальным экономическим империей, такой, да, таким гегемоном, политическим, политическим, это не отнять, это правда, это факт, и мы должны это признавать, но, посмотрите, сейчас много войн, много притеснений, много кровопролития, скажите, что вы видите удивительного во всех стримах, блогеров, новостях, экспертов, высказываний, я просто поражен этим, все обсуждают выборы в США, в Кремле или в Украине, да вы что, оборзились, что ли, людей убивают, о какой политической целесообразности вы говорите, вы говорите о том, что я эксперт, там, неважно, российский, украинский, американский, прозападный, вы сидите и честно говорите, не, война будет еще год, потому что будут выборы. Американские, в смысле? Какая, я еще раз подчеркну, американские, российский президент и украинские, в 24-м году, по-моему, это такая вот целая череда этих выборов, и все обсуждают закончим мы убивать, закончим мы сносить эти дома к этому сроку или не закончим? Вот эти горе-специалисты, они задумывались, что вот эти бомбы, которые летят до этих выборов, при чем здесь выборы? Какое политическое кресло стоит жизни хотя бы одного ребенка? Я в этом не вижу никакого смысла, в этом и есть лицемерие. Но вот вы говорите, это, да, проблема, она сейчас обсуждается и на Западе, и в России, вот здесь Явлинский даже об этом часто говорит, сейчас, что нужно как-то моральные ценности некие общечеловеческие, их как-то институционализировать в политику. Ну, идея хорошая, да, она даже говорит о том, что религиозные ценности должны иметь какое-то институциональное значение, но просто на практике как это осуществить и как это может влиять, непонятно просто, как это вообще может законно написать. Вообще интересно, вот эта идея, она предполагает некое, получается, встраивание религии в государственное управление. Это уже, как бы, в некотором смысле и противоречит вообще принципам светскости, но тем не менее, вот либералы сами об этом говорят, они сами понимают, что без этого нельзя, без ценностей, мир, ну, нельзя проблемы решить этого мира, нельзя жить дальше, просто люди действительно переубивают друг друга и там этим ядерным оружием там или еще как-то перетравят. Но как реально на практике это сделать, это мне совершенно непонятно. Я не вижу противоречий и объясню почему. Мы всегда должны быть очень аккуратны в своих словах и поступках. Ответственные люди должны быть очень аккуратны. Ты всегда должен говорить, что ты знаешь, что ты говоришь и что ты делаешь. Ты всегда должен понимать, что в день суда тебе придется ответить за каждый поступок, за каждое твое сказанное слово. Если поставить целью, если поставить целью добиться порядка, справедливости, нет в этом никакого, вы добьетесь этого. Нужны усилия. Всевышний даст вам силу, если вы хотите сделать благое, если вы объединяете людей. И религия не является каким-то исключением и каким-то отдельным субъектом государственности. В Конституции четко и ясно сказано, что у вас есть право на веру. Это светский закон Конституция любого государства. И там четко и ясно сказано, что у вас есть право на вероисповедание. Нету демократии без вероисповедания. Если ты ограничиваешь или запрещаешь, значит, ты уже притесняешься и дискриминируешь конкретного человека или конкретного ума, или конкретный джамаат, или конкретный ветвь христиан православие, мусульмане, это не имеет значения. Запрещая ему исповедовать его религию, ты уже отходишь от принципов государственного устройства, демократических принципов государственных, законных интересов. В этих странах, ты же понимаешь, ты не можешь сказать, вот все, любую нацию назови, что вот они все сволочи или они все враги, то говорит, называя любую нацию, он забывает простые вещи. Этот человек может быть твоим другом, родственником, соседом, земляком, согражданином, единоверцем. Любой может быть единоверцем. Это же правда. И называя, оскорбляя, ты оскорбляешь свой единоверца, оскорбляя какой-либо народ или нацию. Этот мир стал глобальным, мы очень быстро ездим, технологии ушли далеко, чтобы общаться с людьми, можно включить вон видеосвязь, их десятки этих мессенджеров, и ты всегда будешь на связи, с друзьями, с родственниками, с единоверцами, с земляками, с людьми незнакомыми. То есть мы же видим, как эта миграция, вот это передвижение по всему миру, оно стало очень легким, очень доступным. Но если ты хочешь стать справедливым, стремишься к какой-то хорошему, совместному проживанию, справедливому, хорошему, в смысле того, что не враждебному, не тому, что творится сегодня на земле. Сегодня на земле работает закон джунглей. Кто сильнее, тот и прав. У кого есть ядерное оружие, или у кого много денег, у кого большая армия. Но вот как раз палестинский вопрос стал символом такой квестиценции всей этой проблемы. Поэтому она имеет такое глобальное значение, помимо религиозных факторов, все остальное. Вот этот вопрос справедливость, несправедливость, она здесь в наиболее концентрированном виде. Поэтому на примере этого мы обсуждаем вообще, как в этом мире можно что-то устроить и что-то решить. Мне кажется, здесь очень простой подход. Ты должен делать, что можешь, и будь что будет. Но ты должен делать то, что несет добро. Вот я, пользуясь нашей сегодняшней возможностью, я хочу обратиться к выходцам с Кавказа, которые уехали в Европу, на Запад, неважно, на Ближний Восток, где бы они ни были. Вот я уже несколько подряд случаев слышу, что кто-то хватает ножи, нападает на школы, на гражданских лиц. Не делайте этого. Ради Аллаха, не делайте этого. В этом нету пользы. Вы приносите этим только зло самим себе, близким людям, обществу. Вы даете еще оснований для дискриминации. Участвуйте в мирном протесте. Слушайте, вот эти многотысячные протесты должны стать миллионными протестами. Вы думаете, это изменит как-то ситуацию? Конечно. Оно заставляет общество. Я только пару минут назад сказал о выборах. Не везде они есть, но где-то еще есть, где-то общество может влиять. И миллионы людей на улице могут повлиять на политиков. Ну вот пример, например, когда была война в Ираке, еще собиралась США в 2003 году атаковать Ирак, Саддамовский Ирак, я имею в виду еще. Тогда был самый большой всплеск уличной активности. Там просто были какие-то запредельные количества людей выходили на марши против войны, в том числе в США. Это остается таким историческим максимумом до сих пор. Но это ничего не изменило. И при этом по опросам большинство населения США поддерживало политику Буша. Значит, недостаточно людей вышло на улицу. Я вам приду другой пример. Конечно же, протесты бывают разные, политическая ситуация разная. В странах где-то есть взорваться власти, где-то народ не имеет, ну, по крайней мере, должна быть такая масса, которая действительно повлияет на то, чтобы их услышали и увидели. Но у меня есть два примера. И отрицательный, и положительный пример, чтобы понимать. Первый пример я приведу свою родную Ингушетию. Люди вышли на протест, потому что глава субъекта решил, что ему не нужно спрашивать у людей, решая национальные вопросы. Мало того, что он самолично вышел, сказал, что я подешах, мы договорились, и все так и будет. А у кого другое мнение, засуньте себе его. Он оскорбил целый народ. Думал, ему простят, ему не простили. На площади Моргаси стояло до 100 тысяч людей, а это половина взрослого населения республики. Нигде в России масштабов таких не было. Но, естественно, репрессии, которые после этого прошли, они тоже были беспрецедентными. У нас до сих пор есть политзаключенные, которые сидят, старики, девушка, в тюрьме. Ни за что. За то, что просили уважать народ, соблюдать Конституцию. мы видим это ничего хорошего. В репрессиях, которые сделала власть, нет. Но понятно, что другие регионы не стали ни на поддержку, ни не было таких массовых акций протеста. Люди специально требовали очень маленький круг вещей. они требовали отменить закон, который принят в соответствии с Конституцией, чему есть подтверждение Конституционного суда республики. И они требовали убрать руководителя, который проявляет неуважение к собственному народу. Замечу, они требовали от федерального центра очень аккуратно, не требуя отставки федерального центра. Могла быть такая повестка? Могла. И многие не поддержали только потому, что в Ингушетии народный протест не потребовал отставки федерального уровня президента России или правительства, не было федеральной повестки. Мы это хорошо понимали. Но тем не менее, мы требовали соблюдения закона и были наказаны. Люди, которые участвовали в акциях протеста, задержаны, они задержаны по административному делу. Слушайте, максимальный штраф 20 тысяч или 10 суток. Пятерых из них вывезли на вертолетах, чтобы они эти 10 суток отсидели в соседнем субъекте федерации, где это в России было. 60 человек почти уголовное дело преследования подверглись. 300 человек были арестованы по административным делам, по уголовным делам. 40 общественных коммерческих организаций были закрыты или ликвидированы. Это же показывает, что никакому толку не пришло. Вот этот протест в смысле отстаивания народных интересов он не привел. Но все люди поняли, что они могут собраться вместе. и там был очень важный момент, который имел значение. На мой взгляд, это было самое главное. Люди почувствовали, что в случае несправедливости они могут объединяться вне зависимости от тейпов, вердов, предпочтений религиозных. Все это ушло на второй план. Когда были общие цели, разногласия отложили в сторону. И ни одна власть в Ингушетии ни регионально, ни федерально не могла вывести столько людей. И не выводила никогда. Никогда. Магаси 25 лет не могут построить мечеть. Во время этих протестов от 60 до 90 тысяч мусульман Ингушетии совершали намаз на площади на всех улицах. Да, я помню эти знаменитые кадры. Теперь я хочу привести второй пример. Во время военного переворота в Турции попытки имеют в 16-е годы. Да. Я думал сначала, что Эрдогран записал видеообращение президента Турции. Оказывается, он в лифте записал аудиосообщение, которое было разослано по всем мессенджерам, по всем абонентам. И люди, услышав прижив своего лидера, вышли. Вот я сейчас боюсь ошибиться, в Стамбуле или в Анкарее, пять миллионов людей вышло. Пять миллионов. Ну, да. Я не знаю, очень много. Люди ложились в потенки, чтобы не дать захватить власть. Влияют люди, влияют митинги на то, что управление государством не перешло незаконно военным, чтобы кто-то захватывал власть, зупил власть. При всех разговорах, что в Турции типа недемократическое, все, все, вот прозападный мир сидел и наблюдал с перевесом два процента. Даже полпроцента не хватило в первом туре. С перевесом два процента была борьба, и все оппозиции, не оппозиции, знали, что здесь реальные выборы. Люди не поддавались сомнению то, что их голос учтется правильно. Возвращаясь к палестинской теме, но при этом сейчас появилась такая тенденция мусульманских активистов, общественников, общественности, так скажем, что, мол, может, нам и не нужна никакая мусульманская солидарность, и вообще каждый народ мусульманский сам за себя. Там есть страны, которые пусть кто хочет Израиль поддерживать, кто хочет палестинцев, кто хочет вообще никого не поддерживать, каждый сам за себя, каждый сам свои проблемы решает, и не надо нам дальше эти сказки рассказывать, мифы, Про какую-то солидарность там, какие-то, в общем, вывешивают лозунги, которые только мешают жить. Вот такой подход, вам как кажется, вообще, в этом мире, в котором мы есть, может быть, это реальный подход, и он действительно, вот в мире национальных государств, может быть, он только и действительно рабочий? Ну, есть такой подход, но я бы сказал бы, все-таки это, скорее всего, обычная человеческая отчаянность, усталость, трусость, слабость, поддержать или сказать, или выразить какое-то свое мнение, участвовать в каких-то акциях протеста, или оправдание своему бездействию. Мы же должны понимать, дело даже не в том, что, хотя это очевидно, да, что поддержка единоверцев, она здесь очевидна. Я никогда не был в Палестине, у меня нету там друзей палестинцев, да, но я мусульманин, часть УМА, и они для меня, братья, поверят. Тут нет никаких сомнений, плюс к тому, что я вижу, что в отношении их справедливость десятилетиями длится, да, помимо этого, что я это вижу. Я не могу, я не могу молчать, да, допустим, сказать, что это не так. Даже если бы я очень хотел, я бы не молчал, потому что это не справедливость. Даже если бы это были не палестинцы, даже если это какой-то другой народ, неважно, он может быть верующий, неверующий. Когда ты видишь несправедливость и оправдаешь ее, завтра эта несправедливость постучится в твой дом, в твою семью. Неважно, просто жди очереди. Это может быть через год, два, десять, двадцать. Вот здесь каждый должен понимать, что твои личные шкурные интересы, твои интересы коммерческие, это все может в один день обрушиться, померкнуть. Ну и плюс к тому, конечно же, любой верующий человек знает, что в день суда его благие дела, благие намерения, то, что он твое благое, будет на весах. И точно так же, то, что он, твое зло, тоже будет на весах. И если ты хочешь попасть в рай, ты должен постараться. Без труда ничего не бывает. Ничего не бывает. Я тоже замечу, на всякий случай, что, когда я говорил, вот этот вопрос озвучил про мусульманскую солидарность, которая сейчас серьезно под вопрос встала, вот в контексте ситуации в газете, не значит, что я поддерживаю и разделяю мнение тех, кто такую точку зрения высказывает. Я просто озвучу этот вопрос, поскольку он возник. Я понимаю, что формат общения всегда такой. Я очень часто... Это не вам, я имею в виду, что в комментариях были по этому поводу вопросы. Люди должны понимать, что есть формат общения. Если вопрос реально существует, то его надо обсуждать. Если мы не будем его обсуждать, то он никогда не решится. Есть формат общения. Я так делаю часто. Когда ты находишься среди своих единомышленников или сторонников, я задаю вопросы неприятные, противореческие моим убеждениям. Но я задаю такие вопросы, чтобы вы знали, что такой вопрос существует. Что вы должны знать, как на него ответить. Собственно, мы для этого и создавали этот подкаст, чтобы эти вопросы озвучивать. И, по крайней мере, иметь в виду, что это есть проблема. И какой-то... Поэтому мы не найдем решение. Но, по крайней мере, мы будем думать об этом. Может быть, это решение когда-то возникнет. Я, с вашего позволения, закончу нашими традиционными орг-вопросами. Я призываю всех ставить лайки, дизлайки, подписываться тех, кто еще не подписался. По возможности использовать VPN для того, чтобы канал ушла монетизация. Писать ваше мнение в комментариях, предлагать гостей, ругать нас, хвалить. Всячески реагировать. Мы будем стараться сами лично тоже отвечать в комментариях. И ждем вас в следующую субботу после намаза. Ассаламу алейкум вархматуллахи вабаракату. Ассаламу алейкум вархат